Малая спортивная арена Лужников 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 Субтитры подогнали Симон. Песня «Симон» 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 Все то же самое, поэтому с составом казанцев мы вас познакомим чуть-чуть попозже по ходу игры. А вот то, что касается состава динамовцев, здесь есть серьезные изменения. Во-первых, не играет сегодня Виталий Ячменев, его место занял Константин Косинчук. Не играет сегодня защитник Геннадий Разин, его место вместе в паре с Житником занял Яков Рылов. Денис Толпеков вернулся в тройку Горошанскому и Шитикову, а вот то, что касается Максима Пестушко, он сегодня играет вместе с Непряевым и Афанасенковым. Но опять-таки это все перестановки из-за того, что Косинчук занял место, занял место в первом звене. Первый опасный момент у ворот Фредерика Норены, но отстояли казанцы. Вот после этого вступления я позволю все-таки себе представить и своего собеседника, и представиться самому. Эту встречу вместе с вами будут смотреть и переживать за обе команды заслуженный тренер России Сергей Кимраев и Григорий Твалтвадзе. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно нас ждет очень увлекательный матч. Серия в самом разгаре. Важнейший в стратегическом плане матч, особенно для московского «Динамо». И мне кажется, что «Динамо» отойдут все сегодня, чтобы хотя бы сравнять счет серии. Чаянок хороший бросок, но вы знаете, здесь, наверное, другого и быть не может, потому что, как говорил политруб Кулачков, отступать некуда позади Москва, да? Если вспоминать даже, что всего лишь одна команда из московского и околомосковского регионов осталась в плей-офф, то москвичи сегодня действительно будут биться, наверное, за себя, за ЦСКА, за «Спартак», за все подмосковные команды. Ну, условно говоря, конечно, в первую очередь за себя, за свой флаг. У казанцев задачи не менее важные, потому что любой хоккеист, который сегодня вышел защищать цвета Акбарса, понимает, что значит уехать из Москвы при счете 2-2 общим или же при счете 3-1. Как говорят в Одессе, две большие разницы, и казанцы сегодня тоже на алтарь победы должны положить все усилия, все возможные и невозможные какие-то остатки душевных, психологических, физических сил. В своей полной соглашусь, и как обычно Динамо, как последний матч Динамо начал очень активно, и с первых минут атакуют, они так играли во втором матче, и вчера, и сегодня так же начали. Надо же просто отметить, что реально команды примерно равны по силам. Вы сказали по вчерашней игре, что по вчерашней игре удача улыбнулась казанцам. Опять же, игра была примерно равная. Допустим, даже по количеству бросков и в створ, и просто поворотом Динамо там произошло Акбарс. Но это не самый главный показатель хоккей. Вы знаете, Сергей Ильич, вот сегодня перед игрой знакомился с различными материалами, которые опубликованы и на интернет-сайтах, и у коллег, пишущих журналистов. И откровенно говоря, вот лично меня удивило то, что многие писали о том, что вчерашняя игра была неинтересной. Что из-за вот результата, 1-0, нет заброшенных шайб, у меня было ощущение, что игра не отпускала ни на минуту. Ни на минуту. Да, это была борьба характеров, это была борьба нервов, но это тоже красота хоккея, это тоже красота игры. И без этого, ну, одни легкие-легкие победы, игра джайб. Да, наверное, это кого-то привлекает, но при этом давайте не забывать, что это столкновение тактик, столкновение тренерских задумок, и это действительно была игра равных команд. Ну, я не знаю, кто писал о том, что неинтересная игра, наверное, он просто счет посмотрел, а игру не видел. Это раз. Во-вторых, вчера был самый жесткий матч вообще, который мог быть в плей-офф. Первый период, это вообще такое впечатление, что играли две анхелловские команды, причем такие уровня Калгари и Филадельфи, которые постоянно играют в целом давлении. Поэтому, я не знаю, классная игра, обе команды очень достойны. Меня удивляет, те еще, кто говорит, вчера была там закрытая игра, это не было такой, просто внимательно команды играли в обороне, обе команды, а моменту было вполне достаточно. Яков Рылов с шайбой, передача на Житника. Житник из-за красной линии решил бросить. Максим Пестушко устремился к пятачку, но Фредерик Норена раньше оказался у шайбы, прижал ее. Мы не представили вам арбитров сегодняшнего матча. Сделать это необходимо. Это наш долг комментаторский. Виктор Гашилов из Перми, Анатолий Захаров из Москвы, главные арбитры, Роман Шиханов из Тольятти, и Сергей Шелянин из Москвы, помощники главных арбитров. Ну и с особым чувством представляю комиссара матча, вице-президента Федерации хоккея России, Игоря Николаевича Тузика. Сегодня очень долго мы с ним беседовали перед игрой, анализировали все то, что происходило. Ну, в общем, это был, конечно, не столько анализ, сколько обмен точками зрения. И Игорь Тузик, который немало лет своей спортивной биографии и в качестве игрока, и в качестве тренера, отдавшим московскому «Динамо», говорил о том, что, ну, наверное, всадником без головы надо быть тому, кто сегодня рискнет поставить на какой-то конкретный результат в чью бы то ни было пользу. Потому что может произойти сегодня на льду все, что угодно. Потому что, опять-таки, игра равных соперников. Ну, кто-то же угадает, кто поставил на льду. Ну, кто-то, наверное, угадает. Ника Капанин выиграл вбрасывание. Казионов. Эрик Ландриев. Без осенней линии бросил. Говорили, просто, вот, по мне, так вот, в этой серии играют два сильнейших вратарей, которые остались в плей-оффе. И Еремея, и Наренов. Потому что, ну, кто-то опять сегодняшний матч осмотрел. То, что Ухватив и Металлург все-таки проблема вратарской присутствует. А и Еремеев, и Наренов вчера сыграли очень-очень сильные. Поэтому еще такой еще был некрупный один-нод. Чьянок и Капанин на точке вбрасывания. Выиграли Динамовцы шайбу. Даниил Марков бросил в сторону ворот. Сегодня забавный эпизод был перед началом игры. Даниил Марков приехал не на клубном автобусе, приехал на своем автомобиле. Не без приключений, надо сказать. Подъехал он к малой спортивной арене. Что-то не понравилось с его пропуском кому-то из охранников. И таким злым был Марков. Казиона с шайбой. Ты пропустил, Даниил, две игры, мы с вами помним. Кстати, кстати, вы знаете, вот вчера же он принимал участие в ваше. Да, очень прилично выглядел. Но вот вчера я слушал интервью динамовского пресса Таше Артема Дорожкина, который анонсировал его отсутствие в игре. Ну, сказал, что еще не поправился Марков и не будет его на площадке. Но вот, тем не менее, видите, вчера он вышел. Ну, характер, характер. Мы уже говорили, что это один из лидеров по духу динамов. Тем более, его же, одна из его фраз, что он в плывов не играет, только мертвый. Да, это я к тому, что если даже он испытывал какое-то недомогание, то вполне допускаю, что он настоял на том, чтобы выйти на площадку. Контратака динамов. Хорошая контратака, хороший бросок Дениса Толбека. Рахунек. Зарипов против него. Пытается еще за счет работы корпусом выиграть шайбу. Не получилось. Ну, важно, именно Зарипов хотел выиграть шайбу. Не просто, как бы, отделить. Вторая ошибка подряд передачи. Ошибка Рахунека. Зарипов. Конечно, хочет Рахунек острее начать атаку, но все равно аккуратно надо действовать. Против Зарипова тем паче. Зиновьев. Потерял немного равновесия Сергей Зиновьев. Вот там связали, связали активность Алексея Калюжного. Вот выход 3 в 2. Неважная передача была. Все-таки вошли какие-то отбарцы без фиска. А успел, успел коньком зацепиться за синюю линию Алексей Морозов. Косинчук. Ну, здесь Ичменев, насколько я знаю, из-за болезни сегодня играет. Да, и Ичменев, и Разин. Но Рылов, я думаю, Разин, скорее всего, для замены. Не то, что планово и справедливо, потому что Рылов быстрее, чем Разин. И лучше играет в атаке. А вот вчера не потал, в принципе, помощи защитников, динамовцам, чтобы вскрыть оборону Агвардска. Да, очень тяжело, конечно, Якову Рылову. Защитнику очень талантливому, очень способному и очень старательному. Вот то, что называется в плане постижения хоккейной науки. С учетом... О, великолепия. Ой-ой-ой, как он. Это Бадюков. Это Бадюков. С подачей Алексея Бадюкова, который сделал великолепную паузу, отдал Олегу Петрову. Олегу Петрову итог. Супер паузу сделала. Алексей Бадюков вместе со своими партнерами принимал поздравления. Вот, посмотрите. Да, какая передача великолепная. Здорово, потрясающе все исполнил Олег Петров. Пока Петров на противоходе поймал защитников, и ничего там они не могли поделать. Плотнее должны были играть, чтобы он не получал шеф. Да, мне показалось, что Бадюков делал передачу, а не Степанов. Бадюков праворукий, он входил в зону, это его передача. Я думаю, изменений будут. Казионок. Рылов сейчас остановил соперника, после этого шайбу вывел в среднюю зону. Я закончу все-таки, несмотря на пропущенную динамовцами шайбу по поводу Якова Рылова. Мы с вами не разу отмечали очень серьезный прогресс в действиях этого хоккеиста. И вот то, что в этом сезоне, скажем, появился Алексей Житник, многоопытный, многомудрый. Человек, который, ну, наверное, по определению не может не играть. Конечно, в конкуренции с такими мастерами тяжело было ему попадать в состав. Хотя очень жаль, что у Рылова было так мало практики в этом сезоне. Завершилась первая отведенная регламентом рекламная пауза в этом матче. Клименко вбросил шайбу в зону. Виталий Еремеев прижал ее ко льду. Убрасывание будет в зоне динамовцев. Я тут вот, если по Рылову сказать, я скорее думаю, что он проиграл как бы борьбу за место в составе скорее Разину. Разину исполнил, как великолепно сыграл на кубке Спенглера. И после этого у него твердое место в составе было, потому что там даже символическую сборную турнира попал. И потом у него проблемы были, очень большая проблема у Доройного отца была. Это его выбило, конечно, из колеи. Он там месяц буквально помогал. А почему? Да, были и субъективные, и объективные причины. В любом случае, подводя, наверное, итог этому разговору, согласитесь, уважаемые телезрители, что действительно жалко, что вот этот парень не имел такой практики, должной в этом сезоне. Потому что талант не сомнен. Толпека. Шитиков. Хороший вывод был сейчас на пятачок. Там, правда, Горошанскому было чрезвычайно сложно овладеть шайбой в борьбе с Паниным. Но если посмотреть, как обороняется Акбарс, они очень близко к своим воротам все. И вот подпоры, которые обычно остаются динамовцами, сложно сделать. Я думаю, что очень близко к своим воротам защитник действует. До добивания, безумно, тяжело играть против Акбарса. Морозов. Шайба не вышла, Косинчук. Калюжный. Нет, не дотянулся до шайбы. Так, скользнула она по крюку. Но все равно, если Динамо хочет выиграть, они обязаны просто прибавлять в атаке. Там могут быть какие-то претензии, ну, там ошибка в обороне, ну, может быть, что-то там, по судейски говорили. Но на самом деле, ну, тогда ты ни одна два не забиваешь за матч, ну, что там смотреть на других. Вот он, призер. Данил Марков на ваших экранах. Сегодня он выполняет функции капитана в отсутствии Виталия Ячменева. Владимир Вуйдок. Сергей Котов. Равиль Якубов. Динамовский штаб. Фредерик Нарена. Степанов выиграл вбрасывание у Ивана Непряева. Бадюков. С трудом, но вывел шайбу в среднюю зону. Петров. Перевод был задуман очень неплохой, но Иван Непряев так по теннисному шайбу остановил. Афанасенков. Блокирует Медведев Максима Пистушко. И что, обоюдное? Ну, безусловно. В принципе, чуть-чуть Пистушко цеплял Медведева, но кто-то сымитировал. Что его очень сильно зацепили. Справедливо удалил. Вообще, можно будет для Астраски одного Медведева удалить. Ну, как бы для того, чтобы показать, что таких вот, ну, как можно сказать, номеров не было бы. Ну, правда, мы за весь блок один раз только такое видели. И когда Кадыров удалил игрока Тольятти. Вот. За, как бы, ну, за имитацию. Ох, как атаковал сейчас Житник Петрова. Так что у Олега клюшка сломалась. Казионов тут же появился на площадке вместо Петрова. Капанин, Казионов, первышенный Никулин у Акбарса. Афанасенков, Непряев, Рылов и Житник у Динамо. Динамовцы смену проводят. Вейнхандль вышел и Чиянок. Да, приятнейшее сердцу картина открывается, когда смотришь на трибуны. Малой спортивной арены. Но вот сектор поклонников Акбарса. Порядка 150 человек. Это только вот в этом секторе. А так сколько, сколько болельщиков казанцев, которые рассредоточены по трибунам. Я даже не знаю, не могу предположить. Не так и просто его купить билеты. А ведь еще Татарена тоже, поскольку я знаю, заполнена. И там смотрят на... По контрольному секундомеру берется сейчас время матча. Захаров показывает, что через пять секунд будет правильное время. Чиянок и Капанин на точке выбрасывания. Капанин первому шайбы. И вновь Капанин бросил шайбу по борту. Но здесь Рахунек. Денисов. Денисов смотрит, где партнеры. Нашел диагональной передачей. Отличный момент Рахунек. Также здорово сыграл Нарена. Вот такой же точно момент вчера был у Зарипова. Но он смог забросить шайбу. Рахунек не попал. Казионов. Капанин. Капанин один в чужой зоне. Четверо динамовцев и один хоккеисток Барса. Ему ничего не оставалось, как бросить шайбу по борту. Рахунек вынудил Хентуни на шайбу вывести в среднюю зону. Ну, а Никита Алексеев уже был в положении вне игры. Ну, там буквально на грани был. Но люди бы считали, что он был вне игры. Вот Никита Алексеев на ваших экранах был только что. Ландри выиграл шайбу у Алексеева. Вышедкевич. Наход в Ландри. В полных составах. Команды уже в полных составах. Появились на льду сейчас Зарипов и Калюжный, которые сменили хоккеистов, вышедших со скамейки оштрафованных. Так, вновь обоюдное удаление. Ландри и Зарипов. Не успел я, не углядел, что же там произошло. Я тоже не видел. Смотрел за шайбой, да. Ну, наверняка сейчас зоркий глаз наших операторов и нашего режиссера Станислава Хитрина позволит нам увидеть, что же здесь было. Да, так оно и есть. Ландри врезался в Зарипова. Зарипов отмахнулся. Зарипов отмахнулся, я бы сказал, а не отмахнулся. Ну, Зарипов мне показалось, что Зарипову показалось, что против него сыграли излишне жёстко. Ну, хотя вот на повторе видно, что просто Ландри въехал в него. Мы уже отмечали вчера, когда начался первый период, что очень жёстко стали ходить фигисты друг против друга и даже лидером команды, по тому же Морозов, против которого обычно играют аккуратно. Не зятские все там берегут, но аккуратно играют. Тоже вчера доставалось очень много. Ну, если вы наших лидеров бьёте, и мы вашим тоже будем обижать. Мортенсен подобрал шайбу, которую выиграл Медведев. И сам Мортенсен устремляется к ней, но здесь Рылов. Передача в среднюю зону, но вряд ли бы Медведев из этого паса, из этого перехвата что-то смог бы выжать. Там скорее Зиновьев не ожидал эту передачу. В принципе, Рылов неплохой её отдал. Да, он делал по учебнику всё правильно. Калюжный. И вновь Сергей Зиновьев оказывается не там, где надо. Он уже ожидал, что Калюжный бросит шайбу в зону, и он успеет первый. Ухачёв. Петров. Да, не просто Петрова подстроит. Да, Олег Петров, конечно, демонстрирует потрясающие совершенно навыки игры в плей-офф. Ведь нельзя сказать, что по ходу гладкого первенства он выделяется в команде чем-то необыкновенным, кроме работоспособности и такой стабильности, надёжности. А вот то, что он начинает вытворять в плей-офф, это просто заслуживает отдельных аплодисментов. Ну, можно сказать, что это вот настоящий профессионал, и у него во многом надо учиться вот молодым ребятам. Просто и отношение к делу, и вот смотрите, возраст человек 38 лет, а он не потерял скорость. Это за счёт именно вот отношения его к собственному телу, как можно сказать. Степанов входит в зону, Александр Степанов. И вот ещё один хоккеист, который на удивление преображается в плей-офф, это Александр Степанов. Именно, да, своим характером, боевым и качеством. Афанасенков удаляется. Мне кажется, вот «Динава» даже выгодно, если будут удаления с одной и с другой стороны, с одной и с другой. Потому что, ну, в игре 5 на 5, вот у них не так много моментов. Постараться выстоять в меньшинстве и забить большинство. Никулин. 9 секунд. Дервышин. 14-13 будут играть в команду. Успел Хентунин. Повезло сейчас в какой-то степени Юке. Он сейчас мог убежать 1-2-1. Да. Никулин. Первышин. Диагональный вброс к зону, но там Чаянок. Чаянок делает всё очень просто, эффективно. Первышин. Пришла шайба к Морозову, но там-то в линии атаки никого из его партнёров не было. Никулин. Морозов. Мортенсен. Мортенсен шайбу потерял. Какая великолепная передача от Морозова была. Выманил на себя троих соперников и перевёл на Мортенсена. Непонятно. Не смог обработать шайбу. Ещё один момент. И вновь... Нет, это Морозов был. На этот раз Мортенсен вернул долго Алексею Морозову. Что-то там игрок в площадь ворот находился. Почему он прозвучал свисток? Ну, только Зарипов, наверное, там мог быть. Да. Зарипов там был. Единственное, к вопросу, мешал ли он... Нет, ну, вратарёв, ну, конечно, конечно. Однозначно, все исток справедливый. Медведев. Вся пятёрка казанцев сейчас в своей зоне. Уже в средней. У Степанова-то особого труда не составит оттеснить рахунока. А вот дальше Петров должен был помогать, что он пытался сделать. Правда, шайбой овладели динамовцы. Ландри. Эрик Ландри 1-1. Буквально как шилом продырявил мешок. Эрик Ландри. Ну, с вами соглашусь, но с этой позиции вратарь такого класса обязан ловить. Такую же, примерно, вторую шайбу пропустил Норено Май во втором матче. Единственное, что может быть из-под защитника, хотя нет, видел. Видел, видел. Видел, видел, да. Ну, и в принципе, стараться на корпус поймать шайбу. Она проскатила между рукой и телом. Хороший хлесткий бросок. Ну, совсем другое настроение на трибунах. Ну, в принципе, конечно, ни одной шайбры не забрось на своем поле. Конечно, болельщики переживали. Бушеткевич. Вот теперь Динамо будет со всех позиций бросать. Синяя линия, с красной, со своей синей. От своей вратарской. Закончилась очередная рекламная пауза в нашем матче. Игра возобновляется в зоне Фредерика Норены. Какой-то интересный эпизод возник. Просто... Не прошла передача Норозова, да. Зиновьев. Не судьба была Косинчуку замкнуть этот... пас Зиновьева. Все равно должен был ждать эту передачу. И клюшку поставить до завершения. Вот давайте посмотрим. Вот не менее острый момент. Но мы видим, здесь Житник великолепно сыграл. Смел переподить шайбу. Он прочитал эту передачу. Но, в общем-то, если Мортенсен показал и не отдал, это было бы очень опасно. Перед этим был, конечно, более забавный момент, когда судья с двумя игроками изображал скульптурную группу Лоакона и его сыновья. Иван Депряев. Удаление будет Иван Депряев за удар соперника клюшкой. Терпеть надо, терпеть. Да, там чуть-чуть прихватывал его Медведев, но зачем бы. Практически отмотнулся. И прямо на глазах у Захарова. Шансов на то, что его не удалят, у Депряева нет. Вот и будет, и говорит. Видно же, что он говорит. Терпите, ну что вы делаете? Вот, смотрите, забавный этот эпизод. С трудом развязали этот гордий узел. Александр Степанов на ваших экранах. В этой ситуации Сергей Шелянец очень мощный Лайсман, может, один из самых мощных. Так что он там не уступит в силе этих икистов, с кем боролся. Положение вне игры оказался Александр Степанов. Алексей Бадюков на ваших экранах. Видно, с повреждением играет. Теперь понятно, почему он не стоит на обрасывании. Это имел в виду... Алексей Бадюков? Нет, имел в виду Валерий Пилов, что много травм. Мы, конечно, не будем говорить про них. Но мы видим в вчерашней игре. И всегда Бадюков, видимо, с повреждением играет. Все бросания в этом звене осуществляет Александр Степанов. Хотя мы знаем, что один из Бадюков, один из сильнейших в нашем хоккее в этом компоненте. Александр Иванович Медведев на ваших экранах. Президент континентальной хоккейной лиги. Ну, вообще, сегодня здесь весь, по-моему, московский помонд на малой спортивной арене. И не только хоккейных. Да, не только хоккейных, потому что я вижу тут Павел Колобков, четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию, сидит. Здесь же Вячеслав Добрынин, старый поленщик московского «Динамо». Ну, о хоккейных людях я и не говорю. И Александр Николаевич Мальцев, и Виталий Семенович Давыдов, что вполне естественно. И Александр Сергеевич Якушев. Вот Александр Мальцев. И Борис Петрович Михайлов здесь. Девятнадцатая минута первого периода. Да, вновь Степанов на точке вбрасывания, на этот раз против Чиянока. Петров вернулся в свою зону. Пухачев. Последняя минута первого периода. Медведев. Последняя, наверное, смена в этой двадцати минутке. Меньше пятидесят секунд осталось до конца первого периода. Никулин пошел вперед. Капанин. Никулин. Первышин. Капанин. Не дают, не дают «Динамовцы» бросать. А здесь только дай возможность бросить тому же Никулину или Первышину. Очень активно, очень здорово, что «Динамовцы» оборонялись. И передачу возможно. Вот смотрите, как Толпека за счет своих физических кондиций сейчас просто убрал в сторону Первышина. Ну, инерция и преимущество весь. Ну, конечно, конечно. Ну что, дорогие друзья, первая двадцатиминутка закончилась. К словам о том, что в этом противостоянии команды равные по силам, можно, наверное, только иллюстрировать счетом. Один-один после двадцати минут игры. Счет соответствует, Сергей Ильич, тому, что мы с вами наблюдали? Ну, в принципе, да. Но, с другой стороны, все-таки контр-атаки у «Акбарса» поострее. Хотя... Хотя вот давайте посмотрим по броскам. Они и вчера явно превосходили, но они не бросаются в любых позициях. Это не те броски, которые, что называется, стопроцентная угроза, да? И по броскам в створ ворот у «Динамовцев» есть преимущество. А самое главное, наверное, это все-таки первая строчка. Результат один-один. И это абсолютно справедливо. Вот напоминаем вам, что Олег Петров забросил первую шайбу. И почти через десять минут Эрик Ландри ответил точнейшим броском от синей линии. Один-один перерыв. Ну что же, вы видите счет на своих экранах. Московская «Динамо» принимает «Акбарс» 1-1 после первого периода. Олег Петров забросил шайбу за «Акбарса». Эрик Ландри отличился за «Московская «Динамо». Таков счет первого периода. Ну и пока вы будете еще раз смотреть за самыми интересными фрагментами этой первой двадцати минутки. Мой вопрос с Олегом Груташевым. Олег, мы с вами говорили перед началом матча о том, что, возможно, «Динамо» предпримет более активные попытки, скажем так, захватить инициативу и попробовать поместить счеты первыми и не дать возможности «Акбарса» всю игру играть на контратаках. Ну, в конечном итоге это не совсем получилось. Но, тем не менее, на ваш взгляд, «Динамо» все-таки попытался сыграть первым номером. Уж не в такой вот «Акбарс», когда вы, видимо, достерегут друг друга. Безусловно. Просто не получилось «Динамо» у «Динамо» открыть счет. Но сегодня они действуют очень активно. Они не ждут ошибки соперника, а сами стараются заставить его ошибиться. Поэтому сегодня игра очень интересно смотрится. Ну, давайте смотреть за моментами, которых достаточно было в первом периоде. В принципе, «Акбарс» достаточно уверенно выглядел в обороне. Моменты, хотя и возникали у «Динамо» цикла, вот таких вот стопроцентных, как говорят, таких случаев, моментов. Моменты, где был удобный бросок со стороны нападающего или защитника, их было не очень много. А вот «Акбарса» моменты были, но это заброшенная шайба Олега Петрова, которого вновь приходится отмечать. Здесь, собственно, не доступа приходится, а надо отмечать. Потому что Олег Петров блестящий сезон проводит, великолепный. Проводит плей-офф, так известно, он добро совершает шайбу у ворота «Авангарда». Но его сейчас продолжает забивать, на этот раз уже у ворота «Мостовского» «Динамо». Я думаю, что кандидат в сборную безусловный Олег Петров вот по тем матчам, которые мы видим. Ну и ответ «Динамо» мы тоже его увидим. Вот момент, конечно, потрясающий был у Карла Рафуника, но он сыграл здесь на рынок логнокровно. И, в общем, не лучшим образом сыграл Рафуник. Ну и здесь тоже первое звено вообще достаточное эпизодов создало по ходу матча. Здесь зарибал в площади ворот, поэтому не было заброшенной шайбы. Ну а вот гол в исполнении Эрика Ландри. Не сумел отразить эту шайбу Фредерик Норрена. Олег, ваше мнение здесь? Можно ли говорить о ошибке вратаря? Ну, вообще-то, конечно, считается отсиделение пропущенной головы на совести вратаря. Тем более, когда он видит. Но, знаете, сейчас такие сильные броски. И попал очень удачно под мэшку. Очень неудобное место. И причем он катился. И это придает... Игрок катился в направлении ворота. Это придает еще дополнительную скорость в проску. Поэтому, ну, я бы не стал очень уж строго судить здесь вратаря. Отметил очень прекрасный бросок. И очень нужный гол был у Ландри. Ну а теперь давайте разберем гол Казанского Агварса. Там действительно было, что разобрать. Олег, пожалуйста, вам слово. Ну, здесь, вот мы сейчас увидим в средней зоне, как правило, нападающие крайне отвечают, чтобы по краю в зону не вошли защитники за середину. И вот мы видим нападающий, который за край должен не брать как раз. Вот защитник Марков, который за середину. Но мы видим, что в последний момент бросает своего игрока, не прости. На встречном пытается атаковать. Тем самым он облегчил сопернику ход вот этот. И вход в зону. И вход в зону был очень легким. Фактически чистая преимущество такое получил у Агварса. Ну и вот. Тоже здесь эта ситуация еще беды не предвещает, вроде бы. Но здесь мы видим, что динамовцы все, все динамовцы. Внимание только на игрока, на игрока с шайбой. И защитник четвертый тоже откатился здесь далеко. И он в статическом положении. А здесь сейчас пойдет передача на Петрова, который один. И он за счет разности скоростей, потому что защитник динамовский стоячий здесь. И он здесь легко вдоль ворот проедет и забросит шаги. Такое скрещивание своеобразное здесь получилось у двух путейстов Агварса. Я смотрю, что остальные-то в атаке части не принимали. По сути, двумя игроками это все это забросило. Я и говорил, что двое, два игрока, два наполочек, обыграли четверых динамовцев. Потому что все внимание было только на игрока с шайбой у динамовцев. Ну что же, вот таков счет первого периода 1-1. Все, естественно, продолжается. Все фактически чистого листа. Команды по-прежнему играют в ничью. Ну и самое интересное, впереди передаем слово Сергею Гимаеву и Григорию Тболтвадзе. Дорогие друзья, возвращаемся с вами на лед малой спортивной арены «Лужников». На малой арене большой хоккей «Динамо Москва» «Акбарс» после 20 минут игры счет 1-1. Выкатываются команды на лед. Занимают места сейчас на своих скамеечках и хоккейсты «Акбарса», и хоккейсты «Динамо», оставляя на льду первые пятерки. Рахмудык Денисов. Чаянок Ландри Веймхандри у московского «Динамо» должен был бы быть такой состав, но у «Динамовцев» удаление они начинают второй период в меньшинстве, поэтому «Динамовская четверка» это Чаянок Веймхандр, Рахмудык Денисов. Вот в таком усеченном варианте Никулин Первышин, Мортенсен, Морозов и Зарипов. Пятерка Казанского «Акбарса». Арбитры сегодняшней встречи Виктор Гошилов-Пермен, Анатолий Захаров-Москва. Им помогают Сергей Шелягин-Москвич и Роман Шаханов из Тольятти. Последние секунды. Вот, собственно говоря, они и истекли, и истекли отведенные там первые. Чаянок и Мортенсен на точке вбрасывания. Чаянок легко довольно-таки разобрался со шведом. Вновь Чаянок с Шайбой. Выводит ее в среднюю зону. Илья Никулин. Чё, появился на площадке Иван Гнебряев. В полном составе «Динамовцы». Якулин. Перевышим. Якулин. Вот это момент сейчас был у Александра Степанова, потрясающе совершенно. Да, такие голы забивать обязан. Любой фиг есть. Дважды мог. Сначала я его осошла, потом уже не точно бросил. Двязкая борьба за шайбу возле борта. В начале репортара сказали, что очень много от удачи зависит. Вот и бросок у Андрея, ну да, хороший. Валент Братас говорит, что сложно было поймать. Но в принципе удача была с оригиналом. А сейчас еще раз удача с оригиналом. Поэтому раздаться таким моментом нельзя. Вот смотри, ничего не мешает. Да, сам, наверное, Саша не сможет объяснить, как он не попал. Как эта непослушная шайба скользнула мимо. Мухачёв на Медведево. Ушаткевич и Хентуин тут вели борьбу за шайбу. Константин Косинчук, который сегодня играет в первом динамовском звене. Напомним вам, не играет сегодня Виталий Ячменев. Капитан команды у динамовцев из пунктии сегодня Танил Марков выполняет. И нет сегодня в составе Геннадия Разина. Перестановки, да, перестановки довольно серьезные. Но это для тех, кто опоздал к началу нашей трансляции. Ну, вообще, не по ходу, как бы, по тому, какой состав был игрок по подсезону. Ну, не такие большие. Ну, практически, вместо Ячменева играет сегодня Косинчук. Да, все. И в связи с этим произошли вот эти вот, ну, трансформация. Горошенко практически так и играла. Да, на Урега, Шитникова, Горошенко. Рылов. Рылов пока не было Данила Маркова. Играл вместе с Сергеем Шитниковичем. Они в этой паре уже там 3-4 сега на месте не играли. Поэтому так за воде все было, но все равно играет зигно. Хентунин. Хентунин, Капанин, Казионов. Днепреев, Афанасенков. И Пестушко на льду у Динамовцев. Хентунин. Очень коварно он разворачивался. Сейчас и Льдинам не попал. Слово. Хентунин. Капанин. Мы смотрим на это отрезок. И кто может сказать, что Динамо, что Акбар сыграет в откат или оттолк от обороны. Здесь отрезок проверить зону. Момент сейчас у Хентунина вновь был очень хороший для атаки. Брошок не получился. Житник. Житник от красной линии бросил. Но рано посчитал, что лучше игрок остановить. Мы видим повтор момента, когда Хентунин бросал. Но он Еремеев контролировал. Что отцу там сотни были заброшены. Теперь, в общем-то, сильно этот бросок не получился. Подпил лед. Портался Мезарипов. И Зидогев на точке выбрасывания. Фантастический бросок получился у Канюзгова. Вот мы и говорим о бросовании. Но нам предложили выход за бок. Обвести ее из зоны бросок. Получилось, чтобы не было как-то старца. Не разбери это на бросовании. И колюжный вид, великолепный кистьевым броском попал в данную девушку. Вот, смотрите. Да, действительно попал. Но час удачи была на стороне динамовцев. Именно я об этом говорил. Тебе дают момент, его реализуют. Потому что... С другой стороны, могут быть такие же моменты. Бросок потрясающий. Вы знаете, мне напомнил вот этот пол. Пол, который забили рижские динамы к сиомскому авангарду. На последних минутах матча тоже после вбрасывания. И тоже вот по такой сумасшедшей совершенно... По сумасшедшему вектору Жайба летела. И там она и кошек была определенная. Она попала. Удачная. Ну, в принципе, я понимаю, в общем-то, толпета. И в чем-то он прав. Конечно, разменять сейчас с ведущим защитником от Барса, Снекулиным, было бы здорово. И думаю, что чего он и достиг. Ну, это две минуты будет. Ну, или максимум четыре. Но, в принципе, если бы он вынудил Николину взять за потасовку, то и получил бы Николин большой штраф, это большая потеря бы, конечно, для Акарса была. Но я Николин уже очень ехал после защиты. И классно защитник понимает, что... Что значит для команды. Мы вот сейчас, потому как сидит на рону на повторе видео, Он даже не видел момента рассказа. Да, конечно. Винтолбом. Винтолбом. Житник Капанин против него. Житник Шаевый. Вторая попытка бросит Чьяна. Спасает свою команду в арене. Вейнханды. Житник не проходит бросок. Да, Житник первым на подборе. Житник Капанин против него. Житник Сумасшедший сейчас отрезок провел. Всю игру брал на себя Алексей. Житник Казионов. а Мощнейшие атаки Динамовцев Мощнейшие просто Женовьев Его атакует Котюков В принципе я сдал Вот такой играет Динамовц С первых игрок И все вдали Как Крымья выросли у Белоголубок сейчас Хотя в общем-то символы обеих команд Млекопитающие У Волт и Барс 10 гал Но Волт сейчас был крылатым Очень хорошей передачей была она Далекого Чуть-чуть Месяч в сантиметр Волюсе не попил Чтоб подправить Волт и Белоголубок Идивидев на первой сюда Первой сюда аккуратно играет С партнером Алексеев Тащит, тащит Алексеев Чайку в одну сторону В другую И все-таки доводит ее до Степанова В полных составах команды Это еще не опасно сейчас будет Семья партия И сейчас будет Волт Талпета После ее заброшенных шагу Динамо и тактики Вчера и сегодня очень много бросали Поворотом с этой позиции Сейчас еще Уменьше, конечно, бросков Не прообщай Рывок Доройно аккуратненько Так, чайку по порту Прокрасывал Но там Максим Бестовской ее остановил Вот он сейчас уже за воротами Днепряев Афанасенко там борется на пятачке Но Шайва до него не доходит Залипов А сегодня же матч Металлур Лукомотив в такой момент был Концовки игры Трешетник 3-2 Русский пол Выбросил Шайва за пределы пола И 4 глаз Ну что, шкал Да, высочайший темп сейчас Играет на Рисковал в какой-то степени на Рена Ну, наверное, он все-таки задумался И в тот момент практически Когда был задуманный Шайва Солдал он Мог и камни прижимать Шайва И красный Солдал он Панин Денисов блокирует активные действия Морозова Да, Динамовцы как С пятером против троих играет Очень тяжело Очень тяжело сейчас Акбарсу Морозов Морозов Зари будут Пресендует у борта Денисов Палпито Морозов Морозов Почему-то пропустил Здесь отрезок И не вышло Нет Без него Сразу Путников Отделял Сейчас Совсем Звенок Первый шум. Закончилась рекламная пауза. Настроение действительно хорошее у динамовских болельщиков. Но казанские поклонники такие не уступают в активности. Ван Дри. Казионов против него. Ван Дри шикарную передачу делал на мейнханде. Да, Первый шум. Первый шум был очень внимателен. Петров. Казионов. Степанов. Синхронно взметнулись руки вверх обоих главных арбитров. Абсолютно непонятно. Я не знаю, будет одно удаление. Чем это, наверное. Зачем? Смотрим, проходит. И подставляет ноду. Да, вот был прекрасный пас на мейнханде. Разборка такая между Олегом Петровым и Петром Чьяноком. Эти в прошлом году вместе играли. Ну, извиняюсь, но сейчас так напекали другую руку. И в этом плане, наверное, уже даже ленивый не обсуждает тему взаимных переходов из Акбарса в Динамо, из Динамо в Акбарс. Некоторые называли в свое время Акбарс Динамо 2. Можно с таким же успехом говорить о том, что Динамо это Акбарс Динамо, по количеству вот этой вот миграции в разных направлениях. Вот, звукла Хайдара Чебельмединов. Краса и гордость Динамовского хоккея на ваших экранах. Да, белый-голубой Барс, наверное, и так. Мы видим, что издаление в составе... Так, Барс, это не? Нет. Выше состояние Стротниковых сел. В общем, непонятно, ни Трапезионов, так и непонятно, что там за решение. Сейчас Рафонок разбирается. Главным арбитром. Вот, ахент, именно, на ваших экранах. Еще один из той тройки прошлогодний. Владимир Вуйток. И, насколько я здесь знаю, по Чаяноку, когда Вуйток пришел, Московская Динамо уже в середине сезона пришел. И он знал, что у Чаянока контракт всего на один сезон. И сразу попросил руководителя Московского Динамо переговорить с Чаяноком, а возможность в переходе в Динамо-Москва. Вот вызвал этот вопрос, по-моему, Александру Ивановичу Медведеву. Вот это вот удаление и неудаление вопроса вызвало. Алексей Пишмин подсказывает, что Вуйток и Чаянок довольно долго в злине вместе работали в чешской команде. Ну, по-моему, для Алексея Пишмина вообще не существует каких-то тайн. Что в хоккее с чайкой, что в хоккее с мячом, что в рэнби, что в любом другом виде спорта. Сергей Вашеткевич Пядрин. Это зовут Лапин Лединов. Да, пока Акбарск проигрывает. Девятая минута второго периода. Большинство у казанцев. Мухачев, Медведев. Капанин устремляется к шайбе. Хентунем. Мухачев. Располагаются казанцы в зоне. Капанин. Капанин. Медведев, Капанин. Мухачев. Спасает. Именно спасает свою команду. Сейчас Еремеев. А тут начинается... Начинается самая настоящая потасовка. Кому тут не повезло больше всего? Кто попал под жидника? Фентунем? Фентунем? Фентунем, да. Я думаю, какие-то абсолютно непонятные... Ну, в принципе, за жизнь Динамо можно понятное. Они, конечно, сами допустили добивание. И вот стали жестко действовать. Не думаю, что перчатки, по-моему, никто не сбрасывал. Шлемы взяли друг с друга. Штрафы будут. Обоялся мне, что жидник все-таки сбросил перчатки. Нет, 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 шлем слетело, перчатки нет. Он поборол и перчатки... Ну, мы сейчас увидим повторный... Бросок, дебивание... Ну, здесь был толчок, конечно. Ну, тут это все... это все нормально было. Тут нет. Это нормальный... Допустимо все. Еще тут нет. Вот Рилов, да, он с Капанином, да. Вот тут такая потасовка была. Опять же перчатки никто не сбрасывал. Не думаю, что он очень большим уходом не был. Чего радуется, что он... Я думаю, что он не столько радуется, сколько... Аплодирует, потому что из этого поединка никто не вышел к победителю. И в сторону, может, даже похлопить или имею, он там... Кризис-басный. Так, скредил было бы обоидную группу. Максимум по 4 минуты. Так, я так понимаю, что Хентунин уже занял место на скамеечке оштрафованных. Алексей Морозов что-то выясняет сейчас с Судьями. В качестве Капитана. Так, смотрю на Динамовскую скамеечку. Яков Рылор пока сидит на скамеечке запасных. Не собирается никуда оттуда уезжать. Ну, обоидную группу с... Житник... Житник и Кентунин, да? То есть Капанина и Рылова это не коснулось. Ну и ладно. Сейчас посмотрим по двери по 4 минуты. Нет, подъезжает Антон Захаров. Все просит, куда кого-то съездит. Ну, пока открыта скамеечка динамовцев. Я имею в виду скамеечка штрафников. Никогда по неуедет. Нет, скамеечка. Не думаю, что я закрыл. Ну, значит, коснулось. И того, и другого. Так, Капанин отправляется на скамеечку штрафованы. Посмотрим, насколько равна ценна этот размен. Два защитника на двух форвардов. Капанин отправляется на скамеечку штрафованы. Капанин отправляется на скамеечку штрафованы. Оказывает Алисинь Алисинь И Алисинь Алисинь И Алисинь И Меж тема Акбар продолжает играть Точнее еще 50 секунд Достаточной Жестко-жестко Динамо действует Днепряев против Никугина применил силовой прием Зарипов Так, динамовцы сейчас Просто пытаются Физически Подавить соперника Не дают Поднять голову Хотя Играет Первый Играет 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 При Играет Играет Очень много таких, ну, не всегда таких понятых удалений, а потом, судя, видимо, решили дать поиграть в боевой хоккей, прекратили удалять за все вообще. Поэтому так игра была жесткая, но и нарушений было много, но удалений не так много получилось. Тем более, там, по-моему, два удаления боевых были. Да, в этом плане, конечно, особняком стоит вторая игра, когда 18 минут штрафа набрали динамовцы и 12 минут штрафа набрали хоккеисты Акбарсов. То есть, это самый высокий показатель. Это самый высокий показатель, а сейчас Денисов взрывает тишину на трибунах. Вот я о фильме говорил, что Динамо даже выгоню, что удаление с одной другой стороны выгонит шанс. И вновь прошел к от синей линии. Ну, я был, да, конечно, от синей линии, да, сходу, да, видел, но на самом деле на очень неудобной высоте. Да, наверное, да, и мы видим, что закрыт вратарь был. Я бы придирку со штампой, придирку. И я так взорвал, закрыл, и в последний момент он шел, и все просто как. Ну, мы все очень смогут было, придирку. И я говорю, я уйдущие девчонки. И я говорю, я уйдущие девчонки. Макис Вейнхан очередное результативное очко в плей-офф набирает. Догоняет тем самым Тони Мортенсона вот это вот соревнование двух бывших игроков линчопинга. Продолжается. Они доказали, что они действительно настраивают, что они все к другому. И очень здорово, что они играют в КП. Абухат. Хороший момент был у Климента. Опять перемеют все видео, все перекрыт. Штанга сейчас спасает. Ворота на Рыны. Красота, который, в Курсове, в Курсове, в Курсове, в Курсове, в Курсове. Там не игру был, да. Какой стойкий, ничего страшного. Конечно, тонички драма очень много. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Динамо свежее, Динамо быстрее Дима Торзок 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 Дорогие друзья, при счете 4-1 в пользу московского Динамо начинается третий период четвертого матча. Дима Торзок 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 Это было опасным моментом у Акбарца. А вот этот гол и все. И сразу поверили в свои силы. И после этого еще бросок колюжный абсолютно феноменальный. Да, большое здание всегда из маленьких кирпичей. Выстраивается. Мелочей в игре нет. В том числе и вот то, что называется его величество, ее величество удача, фортуна, как угодно называйте. Но она сегодня действительно на стороне динамовцев. Плюс ко всему необыкновенный настрой на матч. Сумасшедшая совершенно мотивация. Вбрасывание будет на синей линии динамовцев. Мортенсен и Ландри на точке. Никулин. Зарипов. Зарипов сразу там мощно атаковал Денис Денисов. Первышин. Никулин. Мне все-таки кажется, что страница спокойно должен пройти вот в третий период. Потому что мы видим, что Динамо уже однозначно играет как бы внимательно в обороне. В обороне и даже просто от обороны. Если только какие-то сумасшедшие ошибки не будут допущены. Ну и удаление, конечно, будут в какой-то команде. Стараясь реализовать. А так, не думаю, что сверхагрессия будет. Петров поставляет шайбу Мухачёву. Первышин. Бадюков за воротами. Мы видим, что Степанов не останавливается и продолжает искать вот кого-нибудь для своего приема. Сергея Зиновьева? Не знаю, не обязательно любого игрока, который подвернется. Вот сейчас Косинчук подвернулся Мухачёву. Бадюков шайбой овладел. Степанов. Житник на своей половине поля. Ждет, пока смену проведут партнеры. Появились Афанасенков, Днепряев, Бестужко. Хентунин, Казионов и Капанин. Бокбарса. Афанасенков. Бестужко. Довел шайбу до Днепряева, но тому бросать было крайне неудобно. А вот сейчас, а сейчас простил Максим Пестужко. Не попал. Но вот мы видим, что хоккейстагбарцы специально сейчас смотрел за их действиями. Они все равно стараются при любой возможности идти в столкновение. Не доигрывает матч. И никаких там нет вопросов. Вот после такой вот борьбы на пятачке была очень спаренная. И до сих пор продолжается битва между Афанасенковым и Павловичем. Вот, наверное, начало этого момента, завершившегося удалением в конечном итоге Афанасенкова. Правда, на другом участке поля. У другого борта. Вновь Мортенсен и Чаянок на точке сбрасывания. Нет, Чаянока просит смениться. Его место Мадья Свейнханды занимает. У Чаянок тоже хорошее настроение. Не расстроился. Ну, при счете 4-1, я думаю. Да и видно, что он улыбался даже. И там с Ильянином переговорили. Да, сегодня вот тот козырь, который часто мы называем в качестве ключевого, решающего в игре Акбарса игра в большинстве. Ну, никак, никак не срабатывает этот козырь. Очень надежно играют динамовцы. Зарипов. Мортенсен. Вошли в зону хоккеисты Акбарса. Мощный бросок первышина. Отражает Виталий Еремеев. И вновь шайба в зоне Акбарса. Я уверен, что Акбарс получил установку от Белядинова сыграть максимально жестко. Ни одного проката мимо игроков нет. И все-таки там столько лет Диновь и Зарипов играли вместе. И вот сейчас у борта Зарипов жестко-жестко сыграет против Диновьев. Хотя в этом такой крайне необходимости не было. Денис Толбека один сковал действия трех игроков Акбарса. Первышин. Первышин очень долго находится на льду. Он не первая пара в команде. Никулин и Первышин. Он более габаритный был игрок. Для защитников все-таки он небольшой. Если он мог бы не давать на место в спорной стороне. Но несмотря на свои небольшие габариты, он обладает очень хорошим броском. Он катается здорово. У него светлая голова. Бас играет великолепно. Для защитников все-таки тяжело играть. Если тебе нападающий больше, чем ты. Тяжелее, чем ты. На 10, на 20, на 30 килограмм. Удаление сейчас будет у хоккеистов Акбарса. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Никита Алексеев. Подтверждение моих слов. При первом удобном случае старается жестко издать. Выиграл Обухов шайбу у Непряева. Обухов. Медведев. Житник. Команда «Динамо» играет в полном составе. Динамовцы в полном составе уже. Рылов вернулся в свою зону. Бестушко, Непряев и Афанасенков сейчас на льду у «Динамо». Банин, Буравчиков, Хентунин и Капанин защищаются у Акбарса. Нельзя было брать шайбу Непряеву. Простое решение принимает Буравчиков. Казионов, Степанов, Первышин, Никулин. Четверка Акбарса. А «Динамовцы» между тем атакуют силами Вейнхан для Чиянака и Ландри. Казионов, что опасная игра высоко поднятой клюшкой? Просто играла. Просто высоко поднятой клюшкой. Причем это игра от Барса, поднял клюшку, поэтому бросил неждин. В 41 секунду Барсом еще находиться в меньшинстве. Вот так выглядит статистика в домашних матчах плей-офф по реализации большинства у московских «Динамовцев». Ну а что, мы посмотрим, первый же момент. Сегодня первый же момент игры в большинстве и сразу гол заберем. Рахунок на Чиянака. А Вейнханг поспешил на противоположном фланге. «Динамовцев» вошел в зону и тут же был свисток. Показываю всех игроков, тренеров спокойно. Все понимают, что это лишь четвертый матч. Еще как минимум два, следовательно. В среду будет матч в Казани, а в пятницу будет игра в Москве. Скорее всего. Конечно, времени еще 14 минут. Но судя по ходу игры... Судя по ходу игры, да. Еще нас председут два матча. Гарантированно. Вейнханг. Батюков. Акбарс в полном составе. В принципе, Акбарс опять получил преимущество и поле, поэтому он не должен слишком там убиваться. Все-таки они выиграют. Я говорю, в Москве, ну, теперь, если будет 7 матчей, две игры из них пройдет в ходу. Мощный силовой прием был против Батюкова применен. Шитиков. Днепряев. А, это Горошанский. Вышиткевич. В маску попало, по-моему, шайка. Или в плечо. Или в плечо опасное. Очень сильный бросок. Причем, тем более, Галима Гуктаса там позиция была. Вот такими шайбами проводятся матчи континентальной хоккейной лиги. Красивый дизайн. Не обхватная какая-то шайба. А конкретная, если девушка получила ее на трибуне, будет о чем вспомнить действительно памятный сувенир. Да, несколько вариантов, кстати говоря, шайб. Есть просто вот, на которой написано КХЛ, а есть на которых написано первый сезон. Как мы и предполагали, четвертый день получит в концовке игры много игрового времени. Панин. Передача была на Обухова, но там очень надежен был Горошанский. Толпека, Горошанский, Рылов. Удаление будет у Акбарса. И вновь синхронно взметнулись руки вверх арбитров. Атака игрока не владеет шейбер. Опять будет Алексеев. Калюжные. Афанасенков. Перевод был хороший на Зиновьева. От клюшки, от конька Косинчука шайба летела в створ ворот. Илья Никулин на ваших экранах. Виталий Еремеев возвращается на свою позицию, а Алексеев отправляется на свою позицию. На позицию удаленного. Илья Никулин на ваших экранах. Малый экспромат наказан Никита Алексеев. Номер восемь, дистанционной команды Акбарса. Конечно, удаление не хотелось бы, чтобы Алексеев там удалялся, но ведь его партнеры играют в меньшинстве. И я понимаю, когда ты при счете ничей нам там ложишься под шайбу, ловишь шайбой на себя. И сейчас при такой игре получить травму совсем бы не хотелось. Поэтому думай о своих партнерах, когда абсолютно необязательно удаление у тебя. Зиновьев, Косинчук, Калюжный, Житник и Рылов. Медведев, Кухачев, Капанин и Хентунин. Вот такие игроки сейчас на площадке. Бросал Косинчук. Очень опасно. Капанин вывел шайбу в среднюю зону. Рылов. И вновь Капанин выбрасывает шайбу из своей зоны. Динамовцы пользуются этим, проводят смену. Чиянык, Ландри, Вейнхандль, Денисов, Ракунек. У Казанцев Степанов, Казионов, Буравчиков и Панин. Удаление сейчас будет еще одно в составе казанского Акбарса. И 5 на 3 будут играть Динамовцы. Да, за выброс шайбы через борт. Как на 3, это чревато. Как раз подрабатывает все динамовцы. Первый шайбы. До треветных прощадки. Малу штрафа. Наказан Крикорий Банин. 0,75. Команда Акбарса. Первый шин Никулин. И кто Казионов? Да, Казионов остается вместе с ними. У динамовцев основная ударная мощь. Чиянок, Ландри, Вейнхандль. Денисов и Ракунек. Легко динамовцы выиграли шайбу. Чиянок. Денисов, Чиянок. Вновь Денисов. Ракунек. Здорово Галимов выиграли. Хотя он предполагал перевод шайбы с края на края. Еще раз отлично. Два броска Ракунека. И дважды Галимов был на высоте. Смен состава у Акбарса Медведев. Никулин остается. Нет, первышленный Никулин остается. Степанов вышел вместо Казионова. Выиграл шайбу Степанов. Денисов не попал, не попал в створ. А вывели его партнеры очень здорово на бросок. Вышел четвертый игрок у Акбарса. Денисов. Не знаю, кто сейчас напросился на удаление в большей степени. Взаимная там такая потасовка. И тоже опять Никулина разменивают. Как-то есть для Динамо. Никита Алексеев решил, что лучше он побьется с Ландри. Ну, удаляет. Удаляет тем не менее Никулина. Вот видите, сейчас Алексеев не стал. Защитил своего партнера. Петров, Бадюков. Медведев и Мухачев у Акбарса. Житник, Рылов. Обоюдная и грубость. Да, Пестушко, Непряев и Афанасенков. Житник. Оставил шайбу партнеру. Иван Непряев разгоняет атаку. Мухачев. Петров на Бадюкова. Очень опасный момент. Да, сейчас в меньшинстве Акбарс мог забить. И Олег Петров просто не попал в створ. Чуть раньше Бадюков мог обладать шайбами. Афанасенков. Вышиткевич блокировал этот бросок Дмитрий Обухов. Команда Акбарс играет в полном составе. Акбарс. Так. На две пары разделились Алексеев и Марков. Так. Это уже серьезно. Самыми сильными в этой схватке оказываются Шиханов и Шелянин. Помощники главных арбитров. Сейчас показали Пеледину. Он посмеивается. Будет более спокоен. Такое впечатление, что я не думаю, что конкретно Алексееву сказали там исполнить себя Тавгай. Но все последние минуты он просто рвется с кем-то подраться. Данила Марков на ваших экранах был только что. Но это Зинкло Белединов. Да, такая тоже саркастическая, я бы сказал, до боли усмешка на лице главного тренера Акбарса. Ну, смотрите. Еще амуницию повредили Маркову. Кстати, у него Марков на плечи такого старого образца. Я не знаю, их уже не выпускают. Марков тут попытался переключиться на молодого Обухова. Потому что со спины атаковал Маркова. Там просто, ну, как-то... Ну, это я говорю, ну, это просто не солидно. В принципе, за это Алексеева надо наказывать. Жестче, чем остальных. Ну, вот он первые перчатки сбросил. И как бы со спины налетел. Не солидно. Да, не красят, не красят такие эпизоды. Да не, ну, это хоккей, это ничего страшного. Ну, просто уже... Ну, это играй, играй, как мужик. Искать. Момент уже. Еще, как минимум, две игры еще впереди. Никита Алексеев все рекорды побил в своих плей-офф. За счет сегодняшних удалений. Сейчас объявят, сколько кому нарушений выписали судьи. Сколько кому штрафом. Два двойных плюс 10. Два двойных. Двойным малым штрафом и дисциплинарным 10-минутным наказывается игрок команды Акбас Никита Алексеевич. Он находится еще первым. Жаунар соперника Кружской. Малым штрафом наказывается игрок команды Динамо Данил Марклев. Позже наказывается малым штрафом Закрутость и 10-минутный и дисциплинарный штраф. По 14 минут по ровненькому выписали. Чтобы до конца уже не мешали друг другу играть. Всем сестрам по серьгам. Педагогически выверенные решения арбитров. Еще кого-то наказывают дисциплинарным 10-минутным штрафом. Особенно разговорчивый в команде, наверное. Игорь Голоков. 9-минутных наказаний. Вернее, он будет 4-минута 10, а Марклев еще 10 потом. 10-минутных наказаний. 10-минутных наказаний. 10-минутных штрафом наказывается игрок команды Динамо Москва. Игорь Голоков. Это умудриться надо. Это круто. Сидеть на ни разу не выйти за игру. Еще успеть что-то высказать в судье. И отправиться на 10-минут штрафа. Он сам поехал за свое нарушение. Не из-за кого-то. Значит, получит сегодня от папы. Да нет, не думаю, что это. В принципе, никак не скажется. Ну, просто будет сидеть на скамье. Ремня не дадут. Нет, ну, будет сидеть на скамье Супниклафа, а не на скамье запасных. Ничего страшного там нет. Ну, вообще разговорчивый парень. Просто такого же штрафа он из-за сборной внески получал. Спас сейчас свою команду Медведев. После того, как сам нарушил правила. В смысле, не правила, а отдал передачу фактически колюжному. Ну и будет третьим на скамеечке Акбарса. Ценой нарушения. Иначе колюжный мог расстреливать там, конечно, Галимова. Чьянок и Капанин на точке вбрасывания. У нас тут по трибунам пошла волна. Настроение хорошее, просто матч будет сегодня достаточно длинным. Сейчас уже в 2.15 длится. Почу играть 7,5 минут. Денисов. Рахунок. Войнхандль уходит от Капанина. Чьянок. Не удается выбросить шайбу из зоны. Рахунок. Денисов. Ближе всех был к шайбе Войнхандль, но бросить не смог. Афанасенков на позиции защитника. Денисов. Рокировались они сейчас с Афанасенковым. Кем-то не принял бросок на себя, но убежать один в один не смог. Точная передача на Казионова. Кирвышин. Рискованно, но точно. Давненько Виталий Еремеев не вступал в игру. Казионов. Первышин. Входит в чужую зону. Акбарс в полном составе. Кто-то из динамовцев клюшку потерял. Это Зиновьев. Зиновьев. Пять минут двадцать пять секунд до окончания третьего периода. Не знаю, что должно означать вот это. Ну, я догадываюсь, но не буду комментировать. Я тоже догадываюсь, но не хочу комментировать. Потому что, по-моему, эти намеки не имеют под собой никакой почвы. Абсолютно. Это был разговор на эту тему. Все какие-то претензии предъявляют. Ну, если ты сильнее сегодня конкретно Динамо и удачливее, главное, что тут делать? Динамо! 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 Горошанский! Динамо! Динамовцы продолжают прессинговать соперников. Зарипов. Афанасенков его встретил. И все дело закончилось тем, что Буравчикову надо возвращаться в свою зону. Обухов. Клименко Днепряев из какого сложного положения сделал передачу на Пестушко Афанасьников Абсолютно спокойно Днепряев из какого-то обороняется Удаление Клименко за опасную игру с акупоинтой Клюшки Кстати, вот такой момент Невысокий защитник Крылова и постоянно достается по лицу Даже на вскидку можно вспомнить кучу моментов, когда против него так играет грязно Ну, хотя он вот часто и, ну, я не знаю, сознательно по лицу не получает, но показывает, что ему больно регулярно Это точно Созвездно в советник Крылской Малым штрафом наказан Клименко, номер 83-й командант БАКС Вновь казанцы в меньшинстве Петров вместо Мортенсона встал на точку вбрасывания, шайбу выиграл Мухачев Медведев с шайбой Нет, не будет удаления Нет, нет, шайба вылетела на скамеечку запасных Медведев Медведев Чиянок Какой коридор тут для него образовали Вейнхандель Петров Вверхом Олег Петров шайбу выбросил, она пришла к Мортенсону Ландри поздно увидел, что идет выброс шайбы Так он успел Петров Великолепный момент Повреждения получил Денис Денисов Очень остро Олег Петров прорывался, очень остро Великолепный момент Что там случилось? Как бы не коньком получил уже удар Денис Денисов Или в борт ударился Что-то он за плечо держится Сейчас повтор посмотрим, но это неприятный момент Олег Петров на ваших экранах Реагирует Вот видишь, что-то сбегает Ну вообще, вообще Вообще вот такого очень что-то страшного не видно было Вот смотрите Здесь, ну удар коленом, но не совсем голову, там шею скорее Конец игры, наверное, повреждение какое Денис Денисов получил Да, вместе с доктором Динамовским, с Валерием Коновым Единственное что Отправляется он Там въехал в него приличный Петров Ну начнем с того, что Денисов-то под Олега Петрова падал, поэтому Да нет, там нарушений не было никакого, просто Как социальное здоровье просто Денисов Единственный момент Все-таки в этой серии он один из лучших защитников У него и статистика великолепная Гол сегодня классный забил Хороший, только какие он показывает По системе гол плюс пас Денис Денисов третий в команде Вот в плей-офф Даже нет, второй после военхандля Еще одно удаление сейчас будет у Акбарса Это Александр Степанов Напросился на штраф Ну, не только напросился, он нарушил правила В общем, группа сыграл против Зиновьев Подножка, сто процентов Не надо приказ Нагадан Нагадан Но спло Мамы Даже Александр Степанов Номер тридцатый Каранда Акбарс 17.37. Застыли цифры на табло. Игра 5 на 3. У «Динамо» хороший шанс забросить еще одну шайбу. Просто непонятно у «Динамо» 8 человек на поле. 32 секунды будут «Динамовцы» играть пятером против троих. Вот сейчас Захаров спрашивает. Ребята, у вас 7 человек на поле. Кто-то же должен отправиться отдыхать. Вот Павел Колобков на ваших экранах. Суперзвезда мирового фехтования. Классный расклад получил. Четыре нападающих останутся на поле. Три нападающих четвертого звена. Зиновьев и Житников. Сейчас быстро на смену кто-то побежит из игроков. Скорее всего, не большинство. Выиграл Капанин в бросовании. И тем самым позволил Медведеву выбросить шайбу в чужую зону. Капанин, Мухачев, Медведев защищаются у Акбарса. «Динамовцы» с широким фронтом входят в зону. Толбека. Последние две минуты, думаю, не третьего периода, а матча. Толбека. Житник. Появился Клименко. Житник. Молодец, Галимов. Абсолютно прав. Будет, что выпустил четвертое звено. Потому что эти ребята, они молодые и боевитые. Житников, Толбека. Они в состоянии. Ну так, и побиться даже. И можно сказать, что это не вовремя Голоков отправился на 10 минут. Вот сейчас был, хоть мог поиграть, хоть чуть-чуть всплывет. Важно было. Все-таки опыт. Сергей Зиновьев переводит шайбу на Житника и делает это не очень удачно. Хентунян. Сложно будет пройти Житника. Тем более судья мешал. Судья помешал, да. Житник. Удаление сейчас будет, я так полагаю, у Шитикова. Да, опасная игра была сходной этой клюшками. Тут подножку отбивали Толбеку. Да, здесь была подножка, несомненно. Уравняли составы арбитры. Рахунек. Вышиткевич. Афанасенков подключает Непряева к атаке левым флангом. Непряева остановили у борта. Сделал это Илья Никулин. И вот дальше, дальше Акбарс силами первышенно выводит шайбу в среднюю зону. Нет. Акбарс играет в 44-м. Да, 94 штрафных минуты заработали команды в этом матче. Все рекорды перекрыли. Я имею в виду по штрафному времени в матчах между собой в этом сезоне. Динамовские болельщики вполне справедливо скандируют молодцы, молодцы. Степанов. Обухов выиграл шайбу. Потерял сейчас, по-моему, Захаров шайбу из виду, поэтому дал свисток, хотя... Ну, справедливо, абсолютно правильный свисток, потому что если бы он еще подождал, там борьба за шайбу могла начаться опять тычки, толчки. Отбил шайбу Еремеев. Ну, все, время заканчивается. Ну, что, дорогие друзья, динамовцы со счетом 4-1 выиграли у своего соперника и уравняли счет в серии. 2-2. Ну, что, дорогие друзья, с нетерпением будем ожидать пятого матча, который состоится послезавтра в Казани. Надеемся, что эта игра будет не менее напряженной и не менее интересной. Для вас сегодня работали Сергей Кемаев и Григорий Твалтвадзе. До будущих побед, друзья! И до новых встреч в континентальной хоккейной лиге. Флей-офф Кубка Гагарина уже завтра.